Скелетные мышцы И основное свойство скелетных мышц способны сокращаться Те изменения, которые происходят в мышцах Это может быть в виде контрактуры, в виде напряжения Зависят от интенсивности и длительности воздействия побеждающего фактора Неспецифическая реакция всех скелетных мышц На изменение внешней среды является контрактура Что такое контрактура? Это длительное сокращение стойкой, неколеблющейся природы Которая локализована в той части мышцы, которая является непосредственно объектом раздражения Какие факторы могут вызывать контрактуру? Самые разные В чем-то должны быть довольно сильные воздействия К ним относятся механические Механические – это сильный удар Это ДТП, это падение на разные части тела Дальше – химические факторы Раздражение различными химическими соединениями Температурные, но чаще это переохлаждение Длительное статическое напряжение тоже приводит к развитию контрактура И, наконец, психические факторы Такие, как стресс и напряжение скелетное Напряжение мышц Общее такое представление о мышцах – это как о работающем органе, который участвует в движениях Существуют пастуральные мышцы и существуют фазические мышцы Пастуральные мышцы участвуют в поддержании позы, статической работе Фазические мышцы участвуют в движениях Однако этим не ограничивается деятельность мышц Мышцы играют большую роль в термогенезе Так называемый отражательный термогенез Я думаю, что многие испытывали его То есть, когда человек начинает замерзать То подключаются мышцы, которые начинают работать И в результате своей деятельности выделяется тепло Которое поддерживает температуру тела человека Установлено, что мышечная ткань способна увеличивать интенсивность собственного метаболизма в 100 раз Причем это не выходит за рамки физиологических функций И интенсивный термогенез проявляется лишь до определенной температуры Которая имеет тенденцию к понижению Потому что в дальнейшем может включаться холодовой наркоз И функция мышц тормозится Потому что выключается гипоталамус Интересно наблюдение о том, что температурой головного мозга Определяется интенсивность теплообразования мышцы Мышцы называют вторым сердцем В скелетной мышце достаточно большое количество имеется резервных капилляров Поэтому за счет изменения состояния мышцы Эти резервные капилляры могут включаться в работу и могут выключаться Если сокращение имеет перемежающийся характер То в результате сокращения и расслабления происходит продвижение крови по сосудам Это особое значение имеет при венозном оттоке Причем во время сокращения мышцы происходит пережатие сосудов в ней Но мышца в это время переходит на питание за счет миоглобина Который содержится в мышце А при расслаблении происходит приток крови И таким образом улучшается кровоснабжение и выработка энергии Таким образом работающие мышцы Именно динамически работающие Усиливается кровообращение И усиливается метаболический процесс Возврат крови к сердцу Довольно сложный процесс Дело в том, что артерии Имеют мышечный слой И таким образом Благодаря этому Артерии могут проталкивать Так сказать Осуществлять пульсацию И проталкивать кровь по сосудам Вены не имеют такой мышечного слоя И возврат крови к сердцу В большой степени зависит от работы мышц Так, например Венозный отток от головы Определяется гравитацией Вены, шеи Не имеют клапанов И отток от головного мозга Определяется с одной стороны гравитацией А с другой стороны работой мышц Грудной клетки и диафрагмом При расширении грудной клетки И опускании диафрагма Создающийся отрицательное давление Обеспечивает лучший отток От головного мозга Отток от нижней конечности Тоже определяется В большой степени работой мышц с туловищем На венах нижней конечности Имеются клапаны Однако этого не совсем достаточно Для того, чтобы Венозный отток от нижней конечности Был достаточно В венозном оттоке Участвуют в данном случае Мышцы тазлодна Мышцы брюшного пресса Диафрагма И опять-таки Грудная клетка Мышцы участвуют В обменных процессах В мышцах содержится большое количество Высокоактивных ферментов И мышцы благодаря такому Налечию ферментов Обеспечивают образование энергии За счет сжигания жира Но для этого Недостаточное количество кислорода Основной запас В мышцах Это гликоген Надо еще отметить Что при белковом голодании Мышцы в организме Нет запаса белка В отличие от запаса жира И запаса углеводов Так вот Мышцы при голодании Белком В первую очередь Отдают белки И таким образом Нарушается их функция В мышцах вырабатывается Карнозин Это антиоксидант Который начинает вырабатываться В мышцах с момента рождения человека Это вещество Которое обеспечивает защиту Организма От внешних отрицательных воздействий Но это не единственный защитник Но тем не менее Роль мышцы в этом Есть Еще интересное На заключении Интересное наблюдение В скелетных мышцах Вырабатывается Половой гормон У женщин Эстрогены У мужчин Тестостерон И есть работы Которые указывают Что при Томактерическом периоде Функцию Яичников Берут на себя Скелетные мышцы Можно предположить Что в зависимости От их состояния От функционального состояния Скелетных мышц Томактерический период Протекает Лучше или хуже Следующее Как вы знаете Мышцы состоят Из миофибрил Миофибрил Это не просто Натянутые Нити Миофибрил Вибрируют И Создается Определенная Частота Колебания Этих миофибрил Специальными Приборами Это Частотные Характеристики Учитываются Так вот При изменении Состояния мышцы То есть При ее укорочении Это Колебательное Движение Будет иметь Другую частоту А мышцы Связаны С определенными Внутренними Органами И поэтому По изменению Частотной Характеристики Можно Ну во всяком случае Можно До момента Развития Заболевания Уже Говорить о том Что в данной Системе Могут быть Проблемы Которые Вначале Это функциональные А потом И в стадии Заболевания Переход Между Скелетной Мышцей И между Вегетативной Нервной Системой Существует Двусторонняя Рефлекторная Связь И таким образом Мышцы Через Вегетативную Нервную Систему Обеспечивают Саморегуляцию Организма И Влияет На ход Патологического Процесса И на ход Излечения Большую роль Оказывает Проприоцепция На состояние Центральной Нервной Системы На мышление На психическое И эмоциональное Состояние И через Этот Путь Оказывает Влияние На иммунную Систему Американский Педиатр Домин Много Лезвия Занимался С детьми Перенесшими Перенатальное Поражение Нервной Системой И Пришел И Предложил Такой термин Как физический Интеллект Физический Интеллект Подразумевает Исключительное Значение Всестороннего Развития Мышечной Системы Ребенка Для формирования Тех Высших Функций Головного Мозга Которые Ответственны За его Интеллектуальное Развитие Такое Как Речь Память Способность Переключения И Мышленно Из Изложенного Следует Два Вывода Во-первых От Исходного Состояния Нервной Регуляции Зависит Развитие Эмоционального Состояния Мышц А второе От Развития Скелетной Мускулатуры Зависит Развитие И совершенствование Нервной Регуляции В организме Существует Несколько Видов Рецепторов Которые Получают Раздражение Как От Внешней Среды Так От Внутренней И Через Систему Нервную Систему Через Спиной Мозг Оказывают Влияние На Нашу Деятельность Существуют Такие Рецепторы Как Экстра Рецепторы Больше Это Подразумевается Рецепторы С кожи Это Проприоцепторы Это Рецепторы С мышц И Интероцепторы Через Как я уже Сказала Спиной Мозг Ствол Мозга Оказывается Влияние На кору И Причем Доминантным Является Все-таки Проприоцепция Если Раздражение Проприоцепторы Достаточно То есть Состояние Мышц Функциональное Состояние Нормальное То Эти Раздражения Выступающие Кору Головного Мозга Определенным Образом Поддерживают Тонус Нервной Системы Если Эти Раздражения По Какой-то Причине Снижены Импульсация Снижена То Тонус Нервной Системы Снижается И Отсюда Нарушение Касается Многих Регуляторных Процессов Таким Так сказать Причинам Этой Нарушения Является Гипокинезия Здесь Схемка Изображающая Влияние Связь Меорецепторов Через Вегетативные Центры И вегетативные Органы И В то же время Обратная Связь Существует Интерцептор На скелетные Мышцы Причем Следует Отметить Что Вот эта Взаимосвязь Между скелетными Мышцами И между Внутренними Органами Осуществляется Посредством Несколько Видов Рефлексов Но Основные Это Моторно-висцеральные Висцеромоторные И Висцерно-висцеральные Рефлексы Они могут быть Положительное Так сказать Влияние Оказывать И Отрицательное Влияние Положительное Проявляется В том Что Усиление Одной Из функций Вызывает Усиление Другое Так Например Мышечная Деятельность Приводит К тому Что Усиливается Дыхательная Функция Усиливается Сердечно-сосудистая Функция И Отрицательный Пример Следующий При Утавлении Мышц Это Сопровождается Угнетением Выработки Пищеварительных Соков И Рушение Деятельности Желудочно-кишечного Тракта Таким образом Раздражители Такие как Термические Электрические Химические Через Рецепторы Скелетных Мышц Действуют На центральную Нервную Систему И На все Системы В Организме